Окей, ну что, мы сегодня в комплексе, который будет продаваться в 2026 году. И сегодня они меня пригласили на шоу-хоум, чтобы показать, как это будет выглядеть, где это находится, какая локация и как эти дома будут вообще смотреться. В принципе, локация достаточно интересная. Это находится сразу в Лэнфорде, недалеко от Happy Valley Road. И я подъеду еще там на сайт, посмотрю, как это выглядит. Вот так вот они пытаются продать нам вид. Ну, как бы вида здесь, конечно, не будет, ну, в смысле, из домов. Но зато будет прикольная локация и расположение недалеко от океана, что тоже прикольно. Вот, и здесь можно выбрать несколько цветовых схем. Как бы не очень много выбора, но, в принципе, хороший вариант. И, соответственно, вот такая вот, как бы в шоу-хоум, вот такая вот кухня. Это то, что... Вот сейчас застройщик ритуал, посмотрите, какая у меня прикольная будет кухня. Ну, да, действительно, можно почувствовать такой стиль жизни, посмотреть, как оно на самом деле будет. И достаточно интересно, что кухня сделана красиво. То есть, такие вот, более как для дома стили, знаете, симпатичные. А сейчас пойдем посмотрим, как бы, как у них там по планам. Поиграемся немножко, посмотрим, как это все можно выбрать. Потому что цены начинаются с 849 тысяч, но, опять же, не забывайте, что это в 2026 год. Мы можем выбрать флор-план, посмотреть, допустим, трехкомнатный. То есть, это будет нижний этаж, это будет средний этаж, это будет верхний этаж. Вот так оно будет находиться. Вот это расположение. Вот эти комплексы уже строятся, парочку уже продано. Сейчас покажет мне, что продано. Вот. Уже раз, два, три, четыре. Но, в основном, план И. План И, мы сейчас его посмотрим. И он больше, как дом, да, вот он уже больше похож на четырехкомнатный бедрум. И, если выбрать тип плана, допустим, И, те, которые проданы, вот он 1900, почти 2000 square feet площадью, да, вот как бы внизу. Большая спальня с входом. Потом здесь еще dining area, living area, санузел, вход, большая кухня, балкон. И наверху еще три спальни, но такая большая спальня с walk-in и две спальни дополнительные также к выходу. Вот. Ну, и тут можно еще сделать compare, то есть, вот я там удивлен, да, план И. Может быть, там подобный к ним будет. Это план С, 1600 или план Д, 1751. Один план Б, 1400. И самый дешевый план А, это который три бедрума, 1400 square feet. Но он как бы посрединке, его нету по краям, нету угловых мест. Если вам интересна покупка такого дома в 2026 году, то пишите, звоните, спрашивайте. У меня есть вся информация. Я также вам отправлю планировку, отправлю дополнительные варианты по схемам. Помимо этого, сейчас на некоторые планы они просят 10% down payment, на некоторые 15, 10,5% потом попозже. То есть, как бы сначала застройки, сначала completion. Наверное, поехали еще посмотрим, что там будет изнутри, посмотрим расположение. Будет тогда понятно, как оно будет выглядеть потом. Ну вот так вот это сейчас выглядит. Сейчас это еще просто заброшенный дом. Один, второй. Такой вот небольшой спуск вниз. Ну да, вида нет, но это находится на такой горе интересной. И внизу действительно прикольное поле. Я думаю, что вот там вот на горе еще что-то будет строиться, скорее всего. То есть, они тут все разровняют. И уже есть дорога. Так как есть дома, есть все коммуникации к ним. Уже подведены или подключены, по крайней мере. Тут вот есть еще один дом. Надо будет смотреть, как там по планировке. Как оно все соответствует. Он тоже, похоже, заброшенный. Вот. В любом случае, но очень тихое место. И тем не менее, буквально пять минут от, не знаю, дороги там, от Лэнфорда. Очень комфортно. Недалеко здесь и Вольфполе. И вот такой вот камин сумм. Корм-вэл. Заезд сюда. Вот мне сейчас центр Лэнфорда показывает 13 минут. Тут вот еще что-то будет строиться. Можем заехать сразу. Вот здесь такой, как бы, новый район застраивается. Прям интересно, что здесь будет. Ну да, уже вот некоторые дома стоят. Здесь такой пятачок прям. Наверное, будут лоты, или будут, ну, таунхаусы, или... Дома, скорее всего, дома. Вот такой вот вид он предлагает. Вот. Внизу, нижний уровень, уже дома построены. Поэтому... Очень интересно тут рядышком. Все в окружении леса. Конечно, немного поломали чуть горы, сделали дорогу. Объездные. Над этим участком вот слева тоже уже улица. То есть вот буквально это получается уже часть строения этой улицы. Да, я помню, что здесь буквально недалеко уже гольф-поле. Ну, такие, да, дома. Современные, большие. Большой площади. Я постараюсь куда-то сейчас доехать. Ага, да, помню эту Construction, помню эту Eriot. Она тоже активно застраивается. И сразу вот... Вот это школа. Сразу вы выезжаете на школу. Боже, насколько прикольная локация. Слушайте, это буквально в одной минуте от школы пешком и сразу по дороге в Royal Bay. То есть вот это, можно сказать, по серединке между Лэнфордом и Коллвудом. То есть это, видно, еще часть Лэнфорда, но уже... Вот Коллвуд. Мы уже заезжаем Welcome to Коллвуд. И все это новый район. Он тоже застроен. И, соответственно, Royal Bay вам даже рассказывать не надо. Насколько там прикольно. Вот. И дальше, соответственно, буквально направо. Мы сейчас через время поворачиваем. Мы сразу поворачиваем на большую эту развязку, которая идет к Лэнфорду через Коллвуд. И да, неудивительно. Ну, то есть там, наверное, минут 20 будет 15 до Коста. И, наверное, 10 минут, 15 минут будет до центра Лэнфорда. Ну, и 10 минут, может быть, даже меньше это будет до Royal Bay, до пляжа, до океана. Ну, все автомобилем, правда, не пешком. Конечно, если в приоритете можно было бы за эти деньги купить в Royal Bay, то да, я бы вам рекомендовал посмотреть в сторону Royal Bay, потому что они сейчас там предлагают объекты, которые будут с Freehold, то есть эти таунхаусы, это все-таки страта. И там нужно будет платить ежемесячное обслуживание за содержание этого комплекса. То вот те Row Homes, которые сейчас предлагает Royal Bay компания Gabriel Craft или Gable Craft, то они это делают с Freehold, то есть они ставят как бы одну общую стену и перегородочку между ними. И они еще внизу немногим дороже, но опять же, да, 799, сейчас они 824 ставят немногим дороже, они внизу еще строят однокомнатный юнит прямо в бейсменте, который можно заехать, сдавать, сдавать под AirBnB, сдавать просто на длительный срок. То есть получается, покупая условно там на, наверное, там на 20 тысяч, на 50 тысяч дороже, вы получаете отдельный юнит как однокомнатную квартиру, которая точно стоит, ну не знаю, там вот сейчас вот купить, это самое дешевое, 399 вообще была и которую можно сдавать, ее можно сдавать под AirBnB как опцию, потому что это ваша Primary Residence, потому что вы живете в этом доме и вы можете сдавать ее под AirBnB. Конечно же, это все нужно читать законы, нужно все обязательно это все вычитывать, знать, как правильно, но в любом случае, если вам интересно что-то такое подобное, которое будет построено в 25-м году, в 26-м году, дайте знать, напишите что-то, по ссылке внизу, комментарии, вы можете зарегистрироваться на получение рассылки автоматически, и если захотите, я вам сразу все пришлю, там нужно будет просто указать свой электронный адрес, я вам буду присылать рассылку, или заходите, можете просто назначить свой обратный звонок, указать свой номер, я вам перезвоню, и мы согласуем, что вам может подойти, и буду делать рассылку. Поэтому спасибо за то, что смотрите, еще раз всем отличного, хорошего дня, и до встречи, пока-пока.